Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Между Ляояном и Дашичао, 27-го Сегодня в 7 часов утра ко мне заглядывает гостеприимный хозяин участка в Дашичао. С лицами связываются воспоминания о местах Фантастичный узор гор, луна, желтое море. Что-то скрывают эти горы и точно надвигаются и волнуются вместе с засевшими там японцами. А к западу от Дашичао ветка в Инкоу. Низкие далекие берега и волны мутной реки, сливающиеся на горизонте с морем. Чистый городок, приютившийся на набережной. Все это уже близкое мне, хотя я только раз и побывал там. Я вдвойне рад видеть гостеприимного хозяина Дашичао, человека прямого, часто, очень часто, во вред себе не умеющего и не желающего скрывать свои мнения относительно всех тех, которые из-за крестика или иных побуждений не понимают сами, что своей бессознательной деятельностью только невероятно тормозят и туманят дело. Что нового? Со вчерашнего вечера поставлен вопрос, быть или не быть Дашичао. 25 и 26 под Гайджоу было дело, и мы отступили за Гайджоу и укрепляемся теперь на разъезде с Соляном между Гайджоу и Дашичао. Неудачное дело, очень удачное, одно даже из самых удачных, отступление по программе, до времени отступление с боем. Но если сосчитать все потери у японцев при всех их победах, этих потерь вдвое почти больше. Вчера тоже у них масса легла больше тысячи, а у нас сто с небольшим. У них и поносы, говорят, тысячи по две выбывают из строя. И у нас начались. Но как же сравнить? У нас и одной четвертой части ихнего нет, и протекает болезнь у нас легче. У желтой расы она тяжелее. Да, мне вчера говорил главный медицинский инспектор Маньчжурской армии, что по его наблюдениям в Китайскую войну наибольший процент заболеваемости и смертности наблюдался у китайцев и японцев. Японские войска, к тому же, и изнурены больше. Так вы говорите, удачный бой? Специалисты говорят, что бой был по всем правилам современного искусства, как подобает быть арьергардному бою. Генерал Штакельберг все время сам был в передовой цепи, все время сам руководил, и все враги его признают, что действовал он блистательно. А отчего зависит, отдадим мы Дашичао или нет? Я ведь могу передать только слухи. У Куроки и Оку 11 дивизий. Растянуты они, как и наши, на громадном пространстве, чуть ли не на полтора ста верст, чуть ли не от Мукдена и до Дашичао. Они наступают, стало быть, инициатива в их руках. Но где главная их сила сосредоточится? Все время у них передвижение. И у нас тоже. А у нас своего рода игра в жмурки. Вопрос и сводится к тому, где в данный момент сражение перевес сил. Если окажется, что у них, то, очевидно, в силу уже этого надо продолжать тот самый план, который намечен был с самого начала. Выясняется, что мне надо ехать в Дашичао. Я, конечно, очень рад этому. И вот я опять в вагоне с помощником начальника отделения В.И. И начальником 15-го участка Л.О. Между Ляояном и Дашичао громадные скопления поездов. Выгружают, нагружают, погружают войска, едут туда и назад. И мы успеваем к вечеру добраться только до следующей станции Айсянгун. Здесь скрещение с почтовым. И я отправляю письма. Проходит много времени, и я замечаю, что один лист из письма забыл вложить. Спрашиваю кондуктора, поезд долго еще простоит? Ни одного звонка еще не было. Ну, значит, успею. И я пошел с письмом, чтобы бросить его в почтовый поезд. Не совсем обычный тип почтового поезда. Ряд санитарных вагонов, воинских, исключительно воинским грузом, груженные вагоны, платформы, это и есть вагон почтовый. Поезда здесь бесконечно длинные. Пока ходил, мой поезд ушел. Дал телеграмму в Хайчен отцепить мой вагон, а до Хайчена, 25 верст, решил доехать с первым отходящим воинским. Классный вагон третьего класса один. В нем помещаются все офицеры. Надо спросить разрешение начальника эшелона. Начальник эшелона, подполковник, батальонный командир, и его батальон в полном составе едет в этом же поезде. Он в вагоне, и я опять прохожу узкой галереей между двумя поездами, почтовым и воинским. Так как в почтовом едет много свежераненых, третьегоднишних и вчерашних, то все вагоны раненых обступили кучки солдат и жадно слушают, что говорят им перегнувшиеся из товарных вагонов раненые. Лица сосредоточенные, напряженные. Я слышу только отрывочные фразы. Тут как пика у меня переломилась, а он уж замахнулся. Я хвать его задул ружье. Да это на себя. Нет, это хуже, как отступать. Беда. Ему что? Только рубаха на нем. Да... Да лакей при нем. Знаю, подносят ему патроны. Из каждого вагона выглядывают сестры. Часто и они что-то рассказывают солдатам. На воротах вагонов висит где-то выстиранное, теперь сушащиеся рубахи, да разное, разных цветов белье. Сквозь тьму пробираются китайцы с лотками, на которых огурцы и зеленые абрикосы. Остановятся и слушают. Точно понимают. А может быть и не понимают. Может быть и не китайцы. Какие-то штатские. В общем, весь этот проход, узкий и длинный, производит впечатление временного переулка где-нибудь на ярмарке, где мгновенные интересы уже сблизили всех, и живут люди теперь этой одной жизнью так налаженно, точно и век так жили. А вот и вагон третьего класса. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...